Всем привет, коллеги, все механизаторы и водители. В этом видео хочу затронуть одну очень важную тему. Давление на машиниста и его реакция на это. Часто во время разговоров с машинистами экскаваторов-погрузчиков, да и не только, с водителями или крановщиками, когда речь заходит о том, что они повредили спецтехнику или машину, якобы из-за того, что их заставили выполнить опасные действия. И типа из-за этого все случилось. Я слышал такое, всегда спрашиваю, а как тебя заставили? Тебя били, пытали? Или все намного проще? А может это случилось из-за того, что ты теленок? Что сказали, то и делаешь. Поймите вы, ребята, наконец, заказчику абсолютно наплевать на последствия, связанное с вашей техникой и вами в целом. В случае с чего он найдет другого и про вас даже не вспомнит. А машинист может попасть на деньги. Какое-то время остаться без заработка или вообще потерять работоспособность. К тому же, заказчик может просто не знать, что тот или иной маневр опасен для техники. Что он может привести к повреждению колес, стекол и так далее. Это все должны знать вы. Вы машинисты. Вы должны знать правила безопасной работы. Вы должны знать технику безопасности. Поэтому и спрос всегда с вас. Работа машинистом на спецтехнике – это не только умело дергать рычагами. Это еще и знание нормативных документов, осознание ответственности и планирование. К примеру, крановщик уронил кран. Естественно, как всегда бывает, начинает мычать. Мол, мне сказали. Так ты для чего в кран посажен? Именно для того, чтобы этого не случилось. Ты должен знать, какой груз на каком вылете поднимать. И после таких случаев никогда не говорят, что заказчик плохой. Говорят, крановщик д*****. Та же ситуация и с машинистами экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков. Уронил трактор и скорее винить заказчика. Виноват может быть только машинист в таких ситуациях. Он должен был просчитать в уме последствия и принять решение, можно это выполнять или нет. Поймите, мы управляем опасными механизмами. Так же, как пилот самолета, капитан корабля или машинист поезда. Только ответственности чуть меньше. Поэтому всегда должны думать своей головой. И не бояться сказать нет заказчику. Даже если придется уехать с объекта. Вы просто поедете на другой объект. Но техника будет целой. А вообще, зачастую это происходит из-за того, что машинист или крановщик хочет понравиться заказчику. И ради этого он готов на все. Даже во вред себе и вверенной ему технике. Я таких людей не понимаю и никогда не пойму. Такие терпилы портят жизнь не только себе, но и своим коллегам. Так как здравомышлящий машинист отказывается выполнить опасные действия. И как всегда это бывает, ему говорят. Ты не умеешь работать. Вот тот умеет. Он делал. И все в этом духе. И нет им оправдания. В таких ситуациях, когда требуют выполнить какую-то опасную операцию, нужно остановиться. Выбросить из головы все лишние мысли. На секунду отвлечься от того, что тебе говорят. Взвесить все возможные последствия. И либо отказаться, при этом обосновать отказ. Либо согласиться и взять всю ответственность на себя. А потом не жаловаться на судьбу. И вообще подумать, зачем мне этот риск. Я от этого стану богаче? Нет. А что будет, если не получится? Конечно, просчитать все невозможно. Но стараться нужно. В этом плане немцы молодцы. Ни за что не будут выполнять то, что им делать не положено. И не потому, что не умеют. А потому, что так дешевле для них. На это видео меня натолкнула одна история. Произошедшая с моим коллегой. Если смотришь видео, привет тебе. Приехал он на объект. На экскаваторе погрузчика. А там железнодорожные рельсы. Высокие. А рядом с ними вплотную котлованы. И перемещаться нужно колесами между рельсами и котлованом. Получается, одна сторона едет по болтам и режет колеса, которые на секундочку стоят недешево. Передние 40, а задние 60. А другая сторона машины едет по откосу, из щебня. И в любой момент колеса могут провалиться со всеми возможными последствиями. Я ему посоветовал не делать этого. Премию за это не дадут. А он мне говорит, ну мне сказали ехать. Даже комментировать этот случай не хочу. А вообще, кому-нибудь за выполнение сложного и опасного маневра заплатили хоть раз премию или медаль дали? Напишите в комментариях. Вот другой случай. Здесь машинисты попросили заехать на лед, реки и расчистить снег. В результате экскаватор-погрузчик провалился в воду. Видно было только верхушку стрелы. К счастью, машинист успел покинуть трактор. Спасение трактора растянулось на целый день. Сами понимаете, что такой экскаватор-погрузчик уже не жилец. А в чем же причина случившегося? А в том, что перед тем, как заехать на лед, нужно задаться вопросом. А это безопасно? Хотелки заказчика – это его проблемы. Нужно было заставить заказчика замерить толщину льда. Найти в интернете данные, какая должна быть толщина льда для перемещения по нему 10-тонного трактора. И в результате все равно отказаться. Шутка. И по соотношению допустимой и реальной толщины льда уже решать, стоит ли заезжать на лед или нет. А так он нажил проблем сам себе. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Пишите комментарии. Естественно, подписывайтесь. Скоро выйдет интересный, на мой взгляд, контент. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить. До скорого. Пока.